Снегопад на прошлой неделе обернулся проблемами для коммунальных служб, водителей и пешеходов. Но были и те, кто радовался преждевременному снегу. Горнолыжный сезон в Барнауле в этом году открылся на две недели раньше обычного. О снежных пушках, скипасах и лыжных трассах в нашем следующем сюжете. Снегопады длились меньше недели, а для жителей Барнаула уже открылся горнолыжный сезон. Гораздо раньше, чем обычно, 29 октября состоялся тестовый запуск одной из трасс на Вальмане. В этом году погода позволила нам запуститься на две недели раньше. Снижение склона в течение недели, мы сыпали искусственный снег, температуры стояли достаточно приятные, скажем, для создания снежного покрова. Мы успели до начала ноября, такого еще ни разу не было, то есть успели заснежить трассу, полностью разровнять ее и открыться в тестовом режиме. Народу, конечно, не сильно много, но тем не менее, наверное, я и любители горнолыжного сезонного города пришли, уже, как говорится, не втерпешь, охота покататься. И то есть народ уже пришел, достаточно комфортно кататься. На подготовку к открытию комплекса потребовалось около недели. За это время три снежные пушки наморозили около 10 тысяч кубометров снега, что позволило покрыть трассу полутораметровым слоем. Знаете, ну удивительно, в этом году еще октябрь месяц, уже все в снегу, ну и поэтому горнолыжный склон, здесь же еще искусственное оснеживание, все трасса вполне приличная. И поэтому, когда вот так вчера уже зазвучало, по радио, что приглашает все на трассу, смотрите, сколько желающих покататься, поскользить по первому, что называется, снегу. Будет раз в неделю прихожу покататься, там, где-то отдохнуть, где-то получить хорошие эмоции, зарядку адреналина и, наоборот, негатив, чтобы вот так выветрило весь. Посетителям со своим инвентарем придется потратиться только на подъемник. Это 300 рублей в час на человека. Если у вас нет своего снаряжения и вы планируете брать его на прокат, час отдыха на склонах Авальмана обойдется в 500-600 рублей. Удовольствие не из дешевых, но ближайшая альтернатива находится в Белокурихе. Ты давно на лыжах катаешься? Давно-давно. Сколько это давно? Один год. Кто тебя учит? Да папа, уже изучился. В связи с повышением температуры с понедельника комплекс вновь закрывают для дополнительного оснеживания трасс. К концу недели ожидается похолодание. 4 ноября с 10 часов утра планируют открыть трассу. Всем хорошего настроения, друзья мои! Антонина Поздеева, Дмитрий Козерлыга. Новости. Нормально.